наш сегодняшний репортаж друзья будет в основном вот об этом как сказать ребрышки вот этом предмете свиные ребрышки свиные бэби ребрышки такая серьезная маленькие от маленьких свинок понимаю так оно значит тут три три вот этих рэта они сложены вместе на три штуки руку верни бочком я вижу два три а может два два он не сказал три но мы видим глазом что только два ну два лучше то что не поместится и мы будем их в чем делать мы будем в инстанпаде делать в мультиварке в мультиварке а как ты назвала ее инстанпад в мультиварке друзья будем делать яички к этому не относятся малина вот это еще не относится так светлана нацелилась на приобретение головочки чеснока это не для байберит это мне нужно просто по жизни авокадку авокадку мы тоже возьмем сейчас тоже не связано с ребрышками это просто для зубы так чего нам не хватает для ребрышек нам не хватает яблочного сока у нас уксус яблочный дома есть и барбекю соус и сок отдельно уксус отдельно барбекю соус отдельно и ребрышки и все требуйте везде мамотара тамабы это друзья очень вкусные ароматные обалденные помидорчики барбекю соус мы ищем до обыщешься тут они стоят так я не уверена хочу ли я какой-то обыкновенный соус я и на барбекю соус не очень люблю я вот думаю может быть там где какой-то хитрый смог а вон те красные просто кетчуп это не то не то значит не то вот друзья выбрали выбрали остановились вот на этом все натуральное органическое sweet and spicy ну попробуем как-то у нас так впечатлений личных пока нет а теперь нам нужен яблочный сок только давай хороший скажите . в чем смысл сока при приготовлении ребрышек мы же будем его не запекать в духовке то есть в духовке тоже будем запекать как уже финальная такая стадия в основном то мы его будем готовить в этой кастрюле instant pad да и он там будет готовиться в парах вот этого сока и яблочного уксуса то есть эти пары должны повлиять на вкус самих ребрышек абсолютно да ну что друзья есть время приобретать есть время приобретать ребрышки а есть время их разворачивать таки 3 таки 3 нам сказали что два чисто внешне так казалось может быть надо как-то помыть сполоснуть что-то кровь-то света на ютубе видео смотрела как готовить и там вроде получается пленочку эту вот эту пленочку снять отодрать сейчас помоем будем ну вот вы видите нашу скороварку это ее можно сказать рабочий объем такой цвета там уж считает что 7 режет пополам ты считаешь что вот когда все это готово человек может так порционно съесть вот не зря потом их разрежем просто их нужно сюда как-то положить чтобы они все поместились горизонтальника ну а в принципе мы положим их вертикальненько вот так так но если они все поместятся это бы толстыми частями вниз хорошо помочь ну более-менее еще надо еще 2 но вроде похоже что так оно на пределе но войдет так что там давай 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 раз а нельзя так сверху просто вот так положить если не войдет сколько там по весу было ты не знаешь не выкинули упаковку в общем то что было все видно слегка чуть-чуть посоли у меня было такое ощущение что в рецепте даже было написано что не солить сильно я чуть-чуть посоли дималайская вот и поперчили 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 покрутили чуть-чуть или сколько же это будет на самом деле просто мясо очень много здесь мне кажется что сока много не надо его много нет надо сока не что ой пахнет хорошо соком яблочком яблочком пахнет это знаменитый в нашем доме яблочный уксид мы его много раз показывали в наших видео всего-то может слегка оросили кислым пахнет слушай теперь закрываем крышкой да чтобы запаха в доме не было пойдем на улицу поставим его на улицу минут на 35 и все можем уходить гулять оно дальше будет готовиться само а лимончик там не нужен в рецепте в нашем жалко а то можно было бы прям тут вот с кустика подсобрать то что находится караварка на улице это чистый элемент удобства к рецепту не относится и тут наоборот даже на солнышке свете плохо видно что там на этом табло вот это вот сейчас потрогала это чтобы это чтобы не выходил воздух отсюда это этот самый который выпускает пара туда да ты что его закрыл еще можем эти гулять и все но тут ты уже поставил на 35 минут она сама остановится сама остановится будет держать это все теплым а мы потом пойдем немножко обжарим его на духовке все ну что время идет мы почувствовали голод светик давай давай с этой точки зрения посмотрим на прибор выдернули из розетки обесточили можно сказать тяжелый что ли это тяжелый независимо от ребрышек сам по себе тяжелый у нас тут шумные гости ну что друзья не могу передать запаха но могу на словах сказать что это потрясающе запах потрясающий потрясающий ну что света ты бы еще с этим ты понимаешь от мне бы нужно было бы это вынуть куда-то сначала какой-то сухой миссии вообще не знаю смогу ли их разъединить и вынуть так чтобы не ободрать надо коварство коварство ситуации состоит в том что все так разварилась вот там потянешь за косточку она выйдет пройдет все такое мягкое и не так просто все это вытащить из кастрюли а тем более не там плотно набиты все были и конечно пахнет потрясающе все это вот это запах чего в итоге в этом больше мясом пахнет чем допустим каким-то там соком или уксусом запах именно такой мясной может быть надо было на меньшее время потому что я в том по рецепте который видно там был на 40 минут я поставил даже меньше думаю ты поставила 36 может быть надо будет надо было стоять на 25 может действительно разварилась очень сильно ну еще первый блин ком трудно трудно вынимать мы это первый раз мы делаем так учимся видите как такие сложности если бы знать что потом вынимать это может быть уже не так вынимает просто не не думал я пошел стал меньше много мяса ну что теперь нас вот приобретенный своевременно соус барбекю соус кисточка такая вы мажем ой 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 соус не жалеем еще всю банку сюда ну видимо да тут довольно много всего причем нам нужно собрать структуру тоже это все мясо да больше не было нет это все мясо но он уже с обратной стороны его будет челленд перевернуть на обратную сторону это правда да переварили немножко лучше я думаю что все равно вкусно будет намазали с доставой как могли намазали да надо было перевернуть еще ну давай света теперь поставим в духовку давай отправляемся в духовку отправляемся в духовку сколько там будет стоять ну я думаю 15 он там должен все таки на это поджариться а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok